Я рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей. Кстати, одна из причин, почему татуировка нанесена именно на правую руку и на внутреннюю часть. Ловили посыл, да? Вот так вот. С вами Бутылкус, господа. Как можно было несложно, в общем-то, догадаться по моему товро. Продолжаем, продолжаем веселиться с Raspberry Pi, постигать азы, азы пока еще. GPIO, думаю, что в скором времени я дойду до прерываний. Благо, благо, добавил снова элементик, друзья мои. В данном случае это самая банальная кнопочка Power из первого попавшегося, ну как первого, какой же он у меня по счету-то? Наверное, четвертый или пятый кейс от X. Ну, в общем, от системника, от компьютерного. Самая обычная кнопка. Единственное, что, как можно видеть, у нее четыре провода, а не два. Как, в общем-то, и должно быть у обычной кнопки. Это связано с тем, что внутри, разумеется, поскольку эта кнопка Power, в ней внутри диод. Светится он синим, ну и, соответственно, мы с ним тоже поиграемся. Благо, написал я программулину, даже не написал, а чутка модифицировал программулину гирлянды, которая также рандомом выводит. Вот программа перед вашими глазами, собственно. Все то же самое, только я оставил четыре реле, причем, как можете видеть, подключение реле осталось тем же, порты все те же, ну, точнее, пины GPIO. Все то же самое, единственное, что не задействована половина. То есть будут работать только второй, третий, четвертый и четырнадцатый. Но в дополнение к этому я добавил кнопку на двадцать первый пин. Это вот здесь. И соединена она одновременно с землей. Нет, так, наверное, неудобно будет. Вот, вот так. Вот здесь очень удобно. Кнопка также, она стандартная, в общем-то, как это правильно называется, Dupon, по-моему, перемычки. Вот, то есть не перемычка, а контакты Dupon. То есть такие стандартные, на два, наверное, с половиной миллиметра. Вот, все это прекрасно подходит к Raspberry Pi, да, прикиньте. То есть можно в системник ее вставить и, например, рулить, ну, скажем, по терморезистору кулерами. Прямо вот так вот, вот, сходу. Вот, идея применения Raspberry, вместо того, чтобы заморачиваться, например, какой-то покупкой супер-супер-навороченного, как у меня от X-Case. Кстати, можно внутри сделать дикую эллиминацию. Хотя, в принципе, для этих случаев гораздо более подходящим был бы, наверное, Ардуино. Но у него не так много контактов. Но, впрочем, впрочем, все в вашей фантазии. Итак, у нас есть кнопка со светодиодом, которые будут у нас взаимодействовать одновременно. Ну, и, соответственно, все та же самая гирлянда, которая будет включать 1, 2, 3, 4 модуля руля. То есть вот эти. Здесь будут, вот, вот, именно вот здесь под синими блоками будут загораться красные диоды, как вы можете помнить из предыдущего ролика. Ну, и основной диод внутри кнопки подключен к 21-му порту GPIO. Вот к этой вот земле. И 21-му порту GPIO. Господи, как я его подключил-то? О, 22-му, чего я в самом деле? Вот. Все рядышком. То есть в данный момент задействованы только вот эти порты для реле, 14-й вот этот порт для реле, земля для реле и питание для реле. Вот так. То есть посмотрите, сколько еще свободного места осталось, друзья мои. Прикиньте, сколько еще всего можно сюда поналепить. И это с учетом того, что задействована только половина релейного модуля. Хе-хе. Ну, да ладно. И, соответственно, что необходимо вам, наверное, из этого ролика вынести? Разумеется, GPIO способны работать... Ну, порты GPIO способны работать не только на out, то есть на выход, но и на чтение. В данном случае... Ну, то есть на вход. В данном случае я воспользовался портом с подтягивающим резистором. То есть по умолчанию, это важно, это важно, важно понимать. Дело в том, что любой, по сути, провод сам по себе является антенной. Вот представьте себе здесь, ну, наверное, сантиметров 40-50 провода. Их четыре. Все они так или иначе соединены с собой, переплетаются. Здесь электромагниты, между прочим. Электромагниты, которые, вот допустим, положить вот так вот провод, и уже возникает какая-то там микроскопическая наводка. Но штука в том, что в процессе работы даже какого-то вот микро-микровольта может оказаться достаточно для того, чтобы появилось сложное срабатывание кнопки. Для этих целей можно использовать либо стягивающие резисторы, то есть замыкать на землю, как сказать, от плюса к минусу в землю через резистор. Или наоборот, от земли к плюсу подтягивающий резистор. В этом случае всего лишь меняется логика. То есть, если используется стягивающий резистор в землю, любой лишний ток будет пересылаться, будет этим резистором поглощаться, падать в землю, там остатки и так далее. И всегда на входе будет ноль, до тех пор, пока у нас с плюса не прилетит совершенно конкретный плюс 3,3 вольта мощный вменяемый четкий сигнал, который будет распознан как единица. По умолчанию будет ноль. Если использовать подтягивающий резистор, логика меняется ровно наоборот. Всегда на порт, ну потому что резистор-то подключен не к земле, а к питанию, ну то есть к плюсовому контакту. Соответственно, у нас будет постоянно единица, и как только у нас кнопка нажимается, соответственно, все остальное начинает резко стекать в землю. Потому что мы каратим уже не на землю, а на резистор. Вот так вот это все звучит. Надеюсь, вы меня поняли. Если не поняли, гуглите, что такое стяжка и подтяжка резистором. Вот. Там все, ну в общем-то все достаточно просто. Итак, я использую логику обратную, резистор подтягивающий. То есть, соответственно, как только будет нажата кнопка, мы отлавливаем именно нулевое. False, ну это логический ноль, если хотите. True, это, соответственно, логическая единица. В нашем случае мы отлавливаем нолик. При нажатии появляется ноль. Что происходит в программе? Ну, в общем-то, срабатывает абсолютно то же самое, что было в гирлянде. То есть, случайным образом на реле передаются четыре. Ну, на каждый из электромагнитов подается питание случайным образом. То есть, либо ноль, либо единица. И, соответственно, в таком же виде, до следующего нажатия кнопки, реле продолжает работать. Для чего я это сделал? Для того, чтобы продемонстрировать вам, как можно, например, управлять блочными устройствами типа люстра, о которых я говорил в предыдущем ролике. Как рулить люстрой с помощью одной единственной кнопки? Да все просто. Можно либо зациклить, либо, ну, вот как я, использовать какую-то случайную схему. Почему бы и нет? Какая разница? Ну, и, соответственно, чтобы не заморачиваться с бесконечным циклом, не прерывать выполнение программы, чтобы она не застревала, я сделал очень просто. После 10 нажатий, ну, в общем-то, здесь все описание есть, после 10 срабатывания кнопки программа завершит себя сама. Ну, и, соответственно, здесь у нас счетчик нажатий. Цикл не бесконечный, а просто счетчик нажатий. Вот здесь вот происходит итерация. И, соответственно, на экране мы будем видеть, точнее, в консоли, мы будем видеть сообщение о том, сколько сейчас нажатий было совершено. Но полсекундочки время уделяется вот для чего одновременно. У нас в самом начале, как только отлавливается нажатие на кнопку, в действие вступает первая строка, вот еще до рандомов управления реле, вступает первая строка, которая передает на диод, на 21 контакт выходной сигнал, который включает встроенный диод в кнопку. Это нам сигнализирует о том, что кнопка была нажата. И, соответственно, как только у нас отрабатывает основная реальная программа наша, то есть включается реле, выводится сообщение, какой там номер был нажат, соответственно, проходит полсекундочки, и диод гаснет. Ну, дальше ваша фантазия может рисовать уже что угодно. Ну, например, можно сделать подсветку кнопок тогда, когда ни одно из реле не включено. Например, почему бы и нет? Какая разница, как это применять? Ну, и, соответственно, после 10 нажатий программа отсчитает 10 секунд, предупредит, что у нас сейчас... О, кстати, нифига себе. Главное, написал через 5 секунд, а в программе 10. И теперь 105 секунд. Вот так вот это выглядит. Ну, и, собственно, исходный код программы для собственной модификации и изучения, как всегда, ссылочка в описании. Давайте уже перейдем к делу, друзья мои. Вот она у нас лежит, программуленка. Снова клир. Так, переходим к SSH. Заходим к Raspberry. В гости. Переходим в нашу папочку Pay Projects. И запускаем скриптец 02 Button Circle. И погнали. Итак, программа управления блоком из четырех реле. В принципе, можно сделать 8, но это не принципиально, как я уже говорил. Опять у меня переключилось. Оп. Вы должны все это видеть. Итак. Десятое нажатие. Отключить программу. Давайте смотреть одновременно, что происходит там и что происходит, собственно, с физически, с устройствами. Итак, нажимаем один раз. Было одно нажатие. Как видите, включились второе и третье реле. Кстати, наверное, надо было бы сделать вывод, но это не принципиально. И так, в общем-то, видно. Горят у нас два реле. И спустя полсекунды диод синенький погас в лампе. В кнопке еще раз. Второе нажатие. Работают первый, второй, третий. И так далее. В общем, запрограммировать, как понимаете, можно абсолютно что угодно, хоть циклически. То есть, условно. 1, 0, 0, 0. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 1. И все по нулям. И гонять по кругу. Почему бы и нет? Вполне себе вариант. Еще раз. 8 нажатий. 9 нажатий. Все. Программа сейчас завершит сама себя. И, разумеется, все выключится. И... Ну, 10 секунд считать про себя лень. Оп. Программа завершила свою работу. Все. Релюшки выключены. GPIO очищены. Вот вывод. Все не используется. Вот так вот. Все очень просто. И, соответственно, можно хоть миллиард кнопок вешать куда угодно. То есть, ну, понимаете, да? Можно параллельно на один и тот же порт миллион кнопок повесить. И из множества мест. То есть, если на один и тот же провод параллельно. Какой у меня он тут? Правильный. Черный и один из зеленых. А, ну, собственно, вот они идут отдельно. Два контактика у меня. Вот они. Если вот на эти черный и зеленый провод подвесить еще параллельно. Много-много-много кнопок разнести их по всей квартире. Ну, например, можно было бы управлять, ну, не знаю, скажем, повесить релюшку на... Даже не релюшку, а повесить управление сервоприводом, который будет открывать и закрывать дверь, например. То есть, вот такая своеобразная система домофона, интеркома одновременно. То есть, где-то кому-то чего-то там свистят. И из любой точки дома, например, можно открыть калитку. Не выходя из дома. Особенно удобно, когда гости приходят зимой. Ну, например, на Новый год. Вот перед Новым годом это актуально, согласитесь. Давайте еще побалуемся немножечко рандомом. Все в нулевом состоянии. Полсекунды синий диод горит. И, разумеется, до следующего нажатия что-то включится. Первый. И четвертый. И нули. Ну да, что, тоже бывает. Рандом же, полный. Чего хотите? Оп. Теперь вот три горят. И еще три. О, все горят. Как видите, вот по сути, по сути, это уже даже кнопка управления какой-нибудь гирляндой, если хотите. Оп. Вот так вот. Все отгорело по полной. И, например, можно, если использовать шим, скажем, здесь, и диоды напрямую, ну или не напрямую, а какой-нибудь шим-дим-модуль, можно, например, сделать плавное затухание в течение этих 10 секунд. Вот так вот. Собственно, все, друзья мои. Ссылки, как всегда, в описании. Как видите, ничего сложного в GPIO, в управлении электричеством нет. Нет. Линукс это не страшно. Питон это не страшно. Разбери это вообще шикарно. Релюшки китайские работают на ура. Помпа у меня вот... Ой, я ее куда-то уже убрал. Помпа работает. Ну, все замечательно. Все прекрасно. И, собственно, остается только строить умный дом. Ну, нет, друзья мои, это, конечно же, не последний ролик по Разбери. Я надеюсь, что вам нравится. Вы хоть пишите комментарии побольше. Чего, о чем еще хотите спросить. Давайте вместе построим проекты какие-нибудь. Ну, предлагайте варианты, потому что у меня, к сожалению, не так много различных модулей пока еще. Но поиграться я всегда найду чем. Так что не переживайте, будет в любом случае весело. Я всегда найду чем заморочиться. Ну, и, конечно же, конечно, ко мне в пути уже из Китая, нашей горячо любимой поднебесной страны, едут, едут и экраны, и паяльник едет, и бредборды, и какие-то еще датчики, и пульты управления инфракрасные, и целая куча всего-всего. Кстати, инфракрасные датчики. У меня старый раздолбанный телевизор валяется. Вот он. Под боком практически. Ха! В нем же есть инфракрасный датчик. А где-то у меня здесь, ну-ка, секунду-то, друзья мои. Ох, ежик. Ой, стыдно показать. Фу-на-и! Пульт управления от этого телевизора. Смотрите-ка, у нас есть цифровая клавиатура, переключение каналов, тишина, громкость. Разумеется, это все инфракрасная. Ну и, соответственно, приемник уже настроен. Ну, не настроен, а изначально разработан на подходящую, скажем так, инфракрасный спектр. Ну, не спектр, а как там правильно сказать. На совсем уж точную длину волны-то абсолютно точно сработает. Picture Select, Sleep Display, Previous, Channel. Ну да, все простенько и понятненько. Слушайте, а не разбомбить ли мне телевизор? Ведь передатчик-то вот он, инфракрасный, собственно, диод-излучатель. Чего тут мудрить-то? Вон, 3 копейки стоит в любом радиомагазине. Его можно взять за, там, наверное, ну, за символический пятачок. Хотя цена ему, ну, реально 5 копеек. И, соответственно, приемничек. А ведь больше-то ничего и не надо. Он всего-навсего треногий. Ха! Друзья мои, не заморочится ли нам с Лирком вот прямо сейчас? Пока у меня распухшая нога. И я толком еще бегать не могу. Кое-как до магазина доковылял, купил себе хлебцов диетических. Ну да ладно, друзья мои. Слушайте, ну идея-идея интересная. Прям вот загорелся. А еще надо бате позвонить. У него старый телевизор сгорел. Ну как старый? Нормальный, современный, как сказать, жидкокристаллический телевизор. Просто и матрица раскололась. И в конце концов он сгорел к чертовой матери. Вот. Может у него забрать? Доехать или может он мне подкинет? Он же его разобрал, там уже все есть. Пультец тем более более качественный. Хотя нафиг мне всего лишь приемный диод-то нужен. Ну не диод, а датчик инфракрасный. Ааа, ладно. В общем, что-то ролик затягивается. Хотя на самом деле все очень просто и очевидно. Подписывайтесь на канал, друзья мои. Делитесь впечатлениями. Подкидывайте идеи. Если хотите помочь мне в разработке умного дома. Ну незначительно, незначительно. Ребята, к тому же алгоритм-то уже практически готов. То есть ничего не пугайтесь. Там какая-то практическая задача будет. То есть техническое задание практически вам выдам. Если хотите. Вместе с делаем. Будете записаны в авторы. И респект вам будет. И уважуха. То есть, ну всех не забуду. Вот Александра Шнурова уже в каждом ролике упоминаю. Потому что он первую версию веб-интерфейса для Татьяны разрабатывал вместе со мной. И очень здорово получилось. Вот. И вас также буду честовать и хвалить. И всегда упоминать. И респект будет вам. И уважуха. И в качестве, не знаю, может если вы студент там или еще как-то там. Вот лишний плюсик вам в карму будет. Ну и соответственно, в качестве портфолио сможете похвастаться. Что вот тут есть кусочек. Моя наработочка есть. В общем, давайте жить, ребята, дрюжина. Всем спасибо. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok